Приветствую вас. Давайте на начало скажем о том, что вполне нормально в том, что вы описали. Ну, то есть, условно говоря, что имеет право на совершивание из тех обстоятельств, которые вы описали. А описали вы обстоятельства, в которых, значит, год вы встречаетесь с парнем, и он вам говорит, что у него чувства пропали, и стало неинтересно с вами общаться. Знаете, ну, здесь следует задать такой небольшой попутный вопрос. С каких пор, в течение года, он стал вам это говорить? То есть, такие обстоятельства, по вашему мнению, ну, лучше даже не по вашему мнению, а именно в хронологическом порядке, какие обстоятельства определили подобное его отношение к вам. То есть, условно говоря, когда вы начинали встречаться, все у вас было хорошо, и потом, в какой-то момент времени, он начал вам так говорить. В каких обстоятельствах это пошло? Это первый вопрос, на который вам нужно ответить. Тем не менее, тем не менее, то, что вы пишете пока, это совершенно нормально. То есть, нормально, правда, встречаться с человеком год, особенно в возрасте 23 лет, это я сейчас говорю про мужчин, и понять, что человек, с которым ты встречался, ну, не свое. Вы же не женились, вы же вместе не живете, общего у вас ничего нет, вы просто встречались. Ну, как бы, когда люди просто встречаются, они могут и дальше развивать свои отношения, могут их расстаться, если поймут, что человек не их. Такое бывает, относиться к этому нужно, ну, вот именно к смыслу того явления, что я описал, чтобы относиться нужно нормально, то есть, как к чему-то естественному. Далее, вы пишете следующее. Мужчина говорит, что не видит смысла вам дальше обстоятельства, но, когда вы звоните, он с вами разговаривает. То есть, он сам инициативы для диалога не проявляет, но, когда звоните вы, он разговор поддерживает. Вы пишете, что это означает. Ответить вам можно так. Отношает это, что мужчина окончательно разрывать с вами связь не хочет. Отношает это, что для мужчины вы еще какое-то значение, какой-то интерес представляете, но интерес этот явно не связан с вами, и интерес этот действительно не имеет ничего общего с вашими интересами. То есть, нужно здесь понимать, что нужно понимать, что мужчина общается с вами, потому что ему это нужно. Мужчина общается с вами, потому что ему это интересно, и вот его интересы всегда совпадают с вашим интересам, к сожалению. Возможно, мужчина общается с вами еще и потому, что ему это ничего не стоит. То есть, ну, он не должен звонить вам, да? Может быть, он не хочет брать на вас время, показывать, что вы ему интересны, и так далее. А когда вы звоните, ну, все следует, его самолюбие пишет, вы позвонили сами, почему бы с вами не поговорить. Ну, и, скорее всего, мужчина не желает с вами окончательно потерять связь. Далее вы пишете так, что сильно любите его, и спрашиваете, что мне делать. Если я не хочу расставаться с ним, я хочу вернуть. Ну, вы знаете, пока мужчина от вас не ушел, и пока мужчина, как бы, является вашим. То есть, формально отношения у вас, как я понял, они не закончились еще. А значит, возвращать мужчину как бы не нужно. Но, безусловно, это тревожный звоночек. Но тревожный звоночек не для ваших отношений. Не для него, а для вас. А почему я пояснил учу поиск? Значит, вы пишете, я не хочу расставаться с ним, я хочу его вернуть. Я не представляю своей жизни, без него пишете вы. Ну, вот что здесь, видимо. Вы пишете, я не хочу, я хочу, я не представляю. То есть, это вы. Я, 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 я. А чего хочет мужчина? Каковы его желания? Радовлетворяете ли вы его желаниям? Радовлетворяете ли вы его потребностям? Ориентируетесь ли вы на то, чего хочет мужчина? Ну, очень понятно. А когда вы пишете, что вы чего-то хотите, или вы чего-то не хотите, это одно. Но есть еще и другой человек. И этот человек тоже чего-то хочет. И если вы его любите, как мы говорили, то вам нужно понимать, что вот то, что вы описываете, пропали чувства, неинтересно общаться, у него нет желаний, говорит о том, что мужчина с вами не счастлив. Так почему же, если вы его сильно любите, вы не хотите, чтобы он был счастливым? А счастливым он будет, только если у него будет вновь желание общаться, желание звонить писать и все остальное. Но не обязательно по отношению к вам. И вот здесь памятник. Если вы его любите, то вам все равно, с кем мужчина счастлив. С вами или нет. А вот если вы его любите для себя, если вы его любите для себя, то тогда, конечно же, вам невыносима сама мысль о том, что он у нас с кем-то кроме вас. И тогда в эту позицию органично укладывается то, что вы не представляете свою жизнь без него. И в этом большинство, что главное. Идеально укладывается то, что ему неинтересно с вами общаться. Потому что раз вы любите его для себя и не представляете свою жизнь без него, значит, вы зависимы от этого человека. А раз вы от этого человека зависимы, значит, вы в нем растворяете, вы теряете себя. И мужчина видит в вас не девочку свою, не личность, не индивидуальность, а себя самовозже. Потому что когда человек растворяется в другом человеке, а это вот с вами произошло, тот человек становится похож на того, в ком он растворяется. И, соответственно, интерес того, в ком он растворяется, начинает пропадать к тому, кто растворяется. И отсюда вся вот эта вот ваша реакция. И, соответственно, отвержая на ваш вопрос, стоит ли с ним дальше продолжать общаться, нужно сказать, что нет, не стоит. Вы себя унижаете, вы себя обесцениваете таким поведением. Стоит, наоборот, общение с ним прекратить, больше думать о себе. Возможно, вот я бы сказал, знаете как, не подождите вашей зависимости, не избавиться от нее, а научиться правильно реализовывать, понять ее причины, в первую очередь. Причину того, почему вы не представляете свою жизнь без человека. Так нельзя. В вашем случае вам это вредит. Человек уже не хочет с вами общаться, человек уже откровенно проявляет к вам пренебрежение, а он все равно за него цепляет. То есть уважение к вам со стороны мужчины – это не добавлено. И чтобы оно было, нужно менять свою позицию. Нужно делать свою позицию более индивидуально ориентированной, более независимой. И, собственно, с одной стороны развивать свою модель женского поведения, с другой стороны, в большей степени думать о себе и защищать свои интересы. А к мужчине относиться так, что если вы свои интересы защищаете, если в человеке вы не растворяетесь, если вы делаете только то, что вам не вредит, то мужчина, если он вас не ценит, значит это его проблема, это его выбор. Но это лишь означает, что человек либо просто действительно перестал к вам чувствовать что-либо, и тогда это уже не вернуть и не изменить, потому что над чувствами мы не властны. Либо вам необходимо понять, что мужчина ощутил, что вы не для него, возможно испугался того, какая ответственность следует за подобными отношениями, а может что-то еще, но так или иначе, человек этот не отвечает вашим требованиям и представлениям о мужчинах вообще. Ну хотя бы потому, что нормальные мужчины и настоящие мужчины так себя не ведут. И настоящий мужчина здесь, это не какое-то абстрактное понятие, а это мужчина честный, ценящий себя и ценящий людей, с которыми он общается. Ваш молодой человек по трупным отношениям похвастаться не может. В принципе, больше, наверное, комментировать здесь нечего. Вам стоит работать в направлениях, в которых я обязал, и тогда, возможно, ситуация ваша изменится в случае. На это все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...